Самая главная, наверное, новость сегодняшнего выпуска и вот всех казахстанцев шокировала трагедия, которая произошла в Актюбинской области, в поселке Копа. Там старшеклассники толпой избили 14-летнего подростка Нуржана Сыдыкова, а потом оттащили на окраину деревни и бросили стекать кровью. Случайный прохожий нашел парня слишком поздно, спасти Нуржана медики уже не смогли. В семье Нуржана Сыдыкова до сих пор оплакивают мальчика. Вот кадры, которые родные прислали в нашу редакцию. Ну вот, да, девятиклассник, пацан пошел сказать, в школу, в первый день его просто старшеклассники избили толпой и оставили умирать на окраине поселка. В первые дни после убийства у родных Нуржана Сыдыкова возникло ощущение, что дело пытаются займять, а виновные могут уйти от наказания. Тогда сестра подростка Аяжан через соцсети обратилась к казахстанцам с просьбой помочь семье добиться справедливости, начала раскидывать видео, говорить об этом. И только после того, как история получила такую огласку, у семьи появилась надежда, что виновных все-таки накажут. Сейчас, нужно сказать, троих школьников поместили в изолятор временного содержания, директора школы освободили от занимаемой должности, областная прокуратура проверяет степень ответственности, там этого районного Акима и других там должностных лиц. Ну, в общем, все вот эти их формулировки стандартные, такие чиновничьи, дубовые. Ну, мы сегодня записали эксклюзивное интервью с девочкой, вот с сестрой, и она рассказала вот то, что она думает о происходящем и о том беспределе, который, по ее словам, происходит вот в этой школе. Давайте посмотрим интервью. Он двоюродный ваш брат был, да, Нуджан? Да, да, да. Расскажите несколько слов о нем. Что это был за парень, чем он жил, какими планами, надеждами? Я его с рождения, с момента помню, потому что мне было 10 лет, когда он пришел в эту жизнь. Мы очень близко общаемся. Даже если на русском это называется двоюродный, на казахском такого слова нет. Это все называется родня. Он мой родной младший брат, и мы все выросли вместе. Он любил всех нас, он был очень добрым, он всегда защищал своих одноклассников. Он был крупного телосложения по сравнению со своими сверстниками. Он был выше их, он был крупнее и сильнее. После случившегося от его одноклассниц, знакомых мы услышали, что он всегда говорил «бейте меня», когда собирались бить его одноклассников. Я приму удар на себя. Он был таким горделивым парнем, мужчиной. У него были большие планы. Я вот сама переехала в Алматы и живу там. Я им говорила, вот пока в то время, когда вы поступите в университет, я уже буду там обосновавшаяся, мы все будем вместе гулять, я вам буду помогать, с адаптацией, с переездами. Вот так мы планировали, что он станет математиком, любил математику. Очень-очень жаль, что это всё невозвратимо теперь. Только память остаётся. Айжан, если не сложно, то есть что конкретно произошло в тот день? Потому что пишут разные версии. Я не могу сейчас точности, конечно, утверждать, потому что расследование началось. Но по словам, по той информации, по объёму информации, которая у нас на данный момент имеется, ученики 10-11 классов являются инициаторами всего этого конфликта, потому что девятиклассники — это помладше. Они, наверное, решили их отучить. Вот в начало учебного года надо всё расставить по полочкам, им показать свои места. И вот они их вытащили. Там на окраине аула у нас есть пани заброшенные. И его одноклассников тоже били, оказывается. Но они сказали, что Нуржана надо бить сильнее, потому что он крупный, потому что он всегда заступается за своих. И там были кандидаты в мастера спорта, потому что на его теле не было внешних ран. Его били по внутренне важным органам, вот эти КМС, бокса, там разные вот эти есть старшеклассники. И они били прям точно. У него кровотечение из ушей, из носа было. Я хотела ещё добавить, что вот перед уходом, оказывается, вот у нас есть тоже двоюродная сестрёнка, это ровесница его. Соответственно, они ближе дружили. И он, оказывается, ей написал, что он сейчас сходит, десять ударов на себя примет и вернётся. То есть это была классическая дедовщина. В начале учебного года решили показать, кто в школе главный. Да, да, да. Смотрите, я сейчас залез в интернет, посмотрел, вроде бы посёлок совсем маленький. Все, наверное, друг друга должны знать. Дедовщина, она вот одномоментно не появляется. Как просмотрели? Почему просмотрели дедовщину в школе? Ведь, скорее всего, она там и была. Ну, моё мнение, это вот, знаете, вот в ауле именно распространено вот это понятие «сыласток», это взаимопонимание, вот такое, знаете, в кавычках, что все должны как-то всем улыбаться друг другу. Я сейчас очень разочарована. Это вот аула моей бабушки. Я раньше думала, что все здесь круто, все друг друга уважают, любят. Мне вот так казалось, а сейчас я вот когда окунулась в это, я увидела, что это всё не так. Это всё просто с виду вот так кажется. На самом деле внутри это всё давно прогнило. Вот потом мы от одноклассниц там слышали, оказывается, всё это всегда происходило, всегда учителя знали, потому что учителя, учителей их, наверное, по пальцам сочетать тоже, и никто никому не сообщал. Вот мы от наших соседей, родители, оказывается, тоже жаловались многократно, и ничего, их в проблему никак не решали, никогда. Я вот хочу рассказать про случаи. Это наша, конечно, ошибка огромная. Мы сейчас всех сожалеем. Я думаю, что такую ошибку, ну про это я должна рассказать, чтобы другие не повторили. Было, вот знаете, в начале года или в конце 23-го, Нуржана избил практиканта, учитель 2002 года, вроде парень. Он, оказывается, избивал его, ну, соклассников, и он заступился за них. Почему вы бьёте их? И он тогда избил Нуржана. И мы тогда, ну, подали заявление. Ну, мой, ну, мы, у меня дядя, он у меня очень добрый. И мы вот так подумали, что этот парень же, ему всего лишь 20, там, сколько, 21, у него всё будущее впереди. Они нас, ну, мы вот решили, что не будем портить молодому парню будущее и простим. И кажется, тогда вот мой брат, наверное, почувствовал, что он беззащищённый, беззащитный. И дальше заступался сам за себя, наверное. Вот это очень такая огромная наша ошибка, что мы тогда не пошли до конца, что пожалели взрослого парня, который совершил ужасную ошибку, который сейчас живёт, а моего брата нет. Как вы считаете, почему учителя, зная обо всём этом, ничего не делали, молчали, скрывали, возможно, все эти факты? В чём природа вот этого явления? Мне 24 года, я представительница Z-поколения, именно нового поколения. Мы выросли, наверное, вот, знаете, в независимом Казахстане, и у нас мышление чуть-чуть другое. Я замечаю, что вот это старшее поколение, оно, знаете, мыслит очень ограниченно местами в том плане, что они недостаточно смелы в том, чтобы выражать свои мысли, своё мнение. Они всегда боятся разных факторов, рисков. Всегда кажется, что там какой-то big brother, большой брат где-то присматривает за ними. Мне кажется, вот сейчас у меня складывается такое ощущение, что им вот не хватает смелости. Я не знаю, вот силы, наверное, внутренней, что вот выражают, знаете, что свои требования выставлять. Кажется всем как будто где-то вот кто-то наблюдает, кто-то запрещает. Я думаю, что везде решение можно найти. Просто, наверное, упорство и вот бесстрашие немного нужно. Меня очень-очень это сейчас расстраивает. Считаете ли вы педколлектив школы виновным в происшествии? Я считаю, да. Я считаю. Я сейчас, конечно, не могу назвать имена, потому что я не знаю, но я считаю, что да. Мы наслышаны, что вот эти драки, они вот нам, ну, я видела комментарии, что пишут, что это произошло вне школы, что вне школьное время. Но во время уроков мы вот через одноклассник услышали, что всегда есть избиение, всегда вот это отражается и нет ни одной камеры. Я видела, что уходы стоят камеры, но вот, может быть, в классах камеры нет. У меня это очень удивляет. Можно ли сказать, что учителя все эти факты пытались замолчать, скрыть, потому что село маленькое, чтобы не испортить отношения с родителями этих школьников? Как вы считаете? Я сейчас громких прям заявлений на этот счет не могу сказать, но я хочу отметить тот факт, что из 15 участвовавших ребят в драке, да, я не говорю, что они все били моего брата, но те, кто просто смотрел, они все оставили его одного умирать. Они его притащили к крайнему дому, с краю с этой бани, его нашел прохожий. И никто из этих ребят к нам не пришел домой, либо потом бы сбежали бы, потом позвонили бы вот так в тайком, мы бы там нашли моего брата. Они все ушли, и вот эти 5-6 ребят, именно еще те ребята, кто наносили удар именно моему братику, они все, ну, большинство — это дети учителей. Это там 5-6 учеников сказали, что это дети учителей, и они всегда были в курсе, что до этого изменения тоже происходили, именно когда их дети. Я это сейчас могу полагать, конечно, я не могу утверждать, но я не знаю. Я вот, знаете, это все как-то вот бесчеловечно для меня. Даже если это сложно, я думаю, это можно решать. В мире решаются и посложнее проблемы. Вы, получается, практически всех 15 человек, которые участвовали вот в избиении вашего брата, вы их и всех знаете, получается, да? То есть они известны. Не вратились ли? Мы всех их знаем, да. Вот там мы написали в посте, что 15 человек избивали, но, конечно, не все 15 избивали. Там их вот три мальчика, они сейчас в изоляторе сидят. Я думаю, что их чуть больше, чем трое. В соцсетях еще пишут, что вроде как есть дети сотрудников правоохранительных органов. Так ли это? Связи, да, в органах именно районного, областного масштаба, потому что до этого происходили избиения со стороны вот определенных ребят, и они всегда вот безнаказанными оставались. То есть вы считаете, что непосредственно вот били человек 5-6, да? Мы должны опросить всех вот этих участников. Я сейчас не могу утверждать, но их было, я думаю, что их было больше, чем трое. Вот мы сейчас ходатайство подаем с адвокатом, будем расспрашивать, всех участников. Даже вот к нам пришел один пацан, вот никто из родителей в первые три дня к нам домой не пришли. Тогда один вот мальчик с мамой пришел, и он тогда в слезах сказал, что он бил наржан. То есть из 15 человек только один пришел, да, получается? Да. Остальные 14 делают вид, что ничего не произошло? Нет, да. И вот через только вчера, спустя там 4 сутки с момента происшествия, трое суток, толпа родителей пришли, но мы, к сожалению, их не могли принять у себя. У нас такое горе в семье. И они как будто бы пришли после того, как мы вот придали огласке общественной, и вот резонансу дали дело. Вот мы вчера пост выложили в 11, и к вечеру только приехали, привлекли родителей. До того момента, как дело получило огласку, никто не приходил, не выражался болезнен, не просил прощения, ничего. Только, да, вот один мальчик с мамой пришел. Все делали вид, что все как-то вот мимо низ проходит. Горе — это наше, ребенок — это наш. Не их. А их — это живой, а наш — мертвый. Не испытываете ли вы какое-то давление со стороны, я не знаю, может, односельчан, что, мол, прекратите выносить ссоры из избы, давайте все это решим как-нибудь полюбовно и так далее, и так далее. Нет такого? Не-не-нет. Ну, сейчас вот такого нету, потому что уже всем все известно, мы уже знаем, что так не может быть, так не должно продолжаться. Я вот думала, говорят, у каждого человека есть какая-то миссия, мне это очень грустно, горестно осознавать, но я думаю, что за свои 14 лет моего, ну, братишки, наверное, была миссия вот эту дедовщину, наверное, с собой забрать навсегда. И мы вот будем работать в эту сторону, мы будем добиваться справедливости, потому что 21 век, здесь, знаете, куча вещей, куча целей, меч, чем можно заниматься вот этим ребятам вместо драк. Сейчас вот нас посетили органы прокуратуры, областной, районной, РОВД, приезжали вчера, ну, после вот поста все приехали, все после огласки, они нас заверили, уверили в том, что все пройдет честно. Третьего мальчика забрали вчера в ВВС. Вот мы наняли одного адвоката, теперь мы нанимаем второго адвоката с Астаны, потому что дело большое, участников много, и соединим адвокатом нам будет сложно. Все, что мы требуем, это правосудие, это что все получили по заслугам, и что дети последующие поколения понимали, что так нельзя делать, это социальная огромная проблема, это боль социальная, то, что дети думают, что так можно делать, для них это норма получается, это мы должны все истребить, избавиться от этого всем обществам, поэтому я хотела бы, чтобы общество не игнорировало, не проходило мимо нашего горя, чтобы предавало огласке случившейся. Что сказать, шокирующая история, поражает, наверное, в первую очередь жестокость детей, которые вообще позволяют себе заниматься подобными делами. Ну и круговая порука, вот то, что происходит в этих аулах, когда родители, учителя, самое главное, знали, как будто бы об этом, ну, в общем, надо разбираться, знали, не знали, утверждать не можем, но тем не менее, точно, наверняка, факт дал Теншаш в том, что в этом ауле все друг друга знают. Да, и что печально, что все-таки как-то раскручивается, да, вот это вот расследование, сразу там должностные лица пришли домой, только после того, как эта история получила огласку, не потому, что произошло ужасное преступление, а только после того, как все это стало известно общественности. Вот чем-то напоминает вот этот случай с Сербаяном Мухтаром, который пострадал в Национальной гвардии. То есть это тоже же история получила такую... Огласку. Огласку только после того, как родственники обратились в СМИ и начали об этом уже открыто говорить. А так все хоронят, все топят, чтобы все были чистенькими. Ну вот, чтобы добиться справедливости, семья Нуржана Сыдыкова теперь вынуждена нанять двух адвокатов, а это, понятное дело, стоит недешево. Родные Нуржана сейчас нужна финансовая поддержка для оплаты юридических услуг. Номер карточки мамы убитого школьника Амангуль Сыдыковой будет под этим видео в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова